Здравствуйте, друзья мои! С вами Шамов Дмитрий. Сегодня я хотел бы сделать новое видео из рубрики «Вечер с Шамовым Дмитрием». Как вы знаете, давно я не делал видео вообще из этой рубрики, но вот пришло время, наконец-то дошли руки. Тем более я хочу обсудить такую тему, о которой хотел поговорить еще очень давно, но как-то никак не получалось, и вот сегодня мы ее обсудим. Видео получится довольно длинное, поэтому вы тоже приготовьте себе чай, кофе, и давайте пообщаемся. Вот у меня здесь кофе черный. Тема, о которой я хотел бы сегодня поговорить, я даже точно не знаю, как ее назвать, потому что она включает в себя много различных подкатегорий, так сказать, но в общем я хотел бы поговорить о YouTube, а именно о том, кто такие блогеры и что такие блогеры, либо почему на YouTube так много не очень качественных видео. В общем, обо всем по чуть-чуть по порядку. Я себе подготовил определенный список, по которому буду идти, и чтобы ничего не забыть. Также напоминаю, что рубрика «Вечер Шамовым Дмитрием» – это такая рубрика, где я просто сижу на кухне с чашкой чая и просто о чем-то рассуждаю, разговариваю с вами. Она не заготовленная, здесь нет заученного текста, поэтому я могу время от времени ошибаться, говорить не те слова, даже повторяться, можно сказать, лить воду, такое тоже бывает, это нормально, это просто такая рубрика. Если вам нравятся короткие 5-минутные ролики, где сказано все по сути, то таких видео у меня на канале тоже много, это информационный уголок, и на Японии, путешествия, да вообще, в принципе, все другие видео, в отличие от рубрики «Вечер Шамовым Дмитрием» и «Где я по улице гуляю». Ну что ж, давайте начнем, и я прям пойду по списку. Меня часто спрашивают, или я когда куда-то иду, мне говорят, «А, вы же Шамов Дмитрий, вы там блогер, вы занимаетесь YouTube, выкладываете какие-то видео», и я думаю, действительно ли я блогер, вообще что такое блогер? Если так подумать, да, я действительно занимаюсь тем, что делают блогеры в их понимании. Я делаю видео, делюсь каким-то мнением на канале, в группе, на сайте, в других социальных сетях. То есть, по сути, да, блогер, но смотря на современный YouTube, на той, какой он сейчас, невольно задумываешься, а хочется ли вообще быть блогером и носить вот этот вот статус, по сути, или я не знаю, как еще можно это назвать. Потому что современный YouTube, ну, он такой, не очень хороший, как мне кажется, и я говорю даже не то, что про весь YouTube, какой он есть, а больше про российский сегмент. На данный момент, в Рутубе, будем его так называть, очень много некачественных, шлаковых и вообще просто глупых, на мой взгляд, совершенно ненужных видео. И здесь бы я хотел бы перейти к следующему пункту, почему вообще есть такие видео и почему мне не хочется называться, по сути, блогером. Если посмотреть на топ YouTube, есть такая кнопочка на YouTube, я раньше, на самом деле, о ней не знал, но есть, называется в тренде. Это горячее, то, что сейчас обсуждаемо на YouTube, то, что смотрит много людей. И эти видео, ну, они, на мой взгляд, ужасные. Не все, конечно, там есть, бывает очень хорошее видео с хороших каналов. Но большинство этих видео представляет собой какой-то шлак, на мой взгляд. Всякие челленджи. Вот я не понимаю, что это за мода сейчас такая пошла, на все дело челленджи. И ладно, какой-нибудь там, ну, реально классный челлендж. Кто там быстрее до Луны долетит, ну, я не знаю, ну, что-нибудь такое, да? Да, действительно, что принесло бы какую-то пользу, либо как-то интеллектуально развивало человека. Но люди обматываются изолентой, вставляют себе непонятные какие-то предметы во все части тела, едят зефирки, там, ну, еще что-то. И зачем это? Я понять не могу. Это неинтересно, на мой взгляд же, опять же, повторяюсь. И чтобы вот сразу предречь всякие там комментарии, которые появятся, наверное, под этим видео, я хочу сказать, что то, что я сейчас говорю вот в этом видео, это полностью мое субъективное мнение. Люди все разные, у всех свои вкусы. Кому-то, мол, вот нравятся такие видео и не нравятся мои. Кто-то считает, возможно, что то, что я сейчас говорю здесь на кухне, это шлаковые видео, либо это скукота, нудно или что-то такое. А другим, наоборот, нравится. Здесь я не могу. Точно сказать. Но все равно есть какие-то грани или даже понятия нормальности. То есть, если человек бегает голый по городу, это ненормально. Если человек в видео себя избивает вантусами какими-нибудь, или лепит себе их на лицо и смеется из-за этого, это тоже ненормально. Если человек просто сидит и что-то обсуждает, мне кажется, это нормально. Ну, во всяком случае, в моем понимании, нормальность она такая. Так вот, вот эти все челленджи, они невероятно тупые. Но при этом они собирают по 2-3 миллиона просмотров. И невольно задумываются, зачем, зачем вот это вот все, не то, что делают. Делают, я понимаю, зачем это, зачем это смотрят. Есть такая фраза, спрос рождает предложение. Из-за того, что люди хотят это смотреть, из-за этого предлагаются такие видео. И, конечно же, авторы начинают их все больше и больше делать. Эти челленджи создается один, какой-то невероятно глупый. Потом такой же создается на другом канале, который собирает еще больше просмотров. Еще третий канал это все видит и создает еще такой же челлендж с небольшими там изменениями. И получается, что весь YouTube в этих челленджах. А из-за того, что их все делают примерно в одно и то же время, заходишь в тренде на YouTube и везде эти видео. Также есть топы на YouTube. Это такая спорная довольно, ну не рубрика, в общем, категория видео на YouTube. Есть хорошие топы, которые, ну, необходимо делать. Например, вот у меня на канале есть топы, топ-5 моих любимых аниме. Здесь я просто делюсь своим мнением. Это топ нужен просто, чтобы упорядочить, что мне нравится, а что не нравится. И на других каналах тоже такие есть. Топ, например, моих любимых ужастиков, топ моих любимых конфет, ну, я не знаю, что-то такое. Да, человек делится своим мнением, потому что подписчики, которые следят за его творчеством, интересуются тем, что делает этот человек. Это нормально, но появляются иногда такие глупые топы, которые, ну, вообще не нужны. То есть, зачем вообще это объединять в топ? Ну, топ самых толстых гусениц каких-нибудь или топ там еще чего-нибудь. И получается, что весь YouTube забит челленджами, топами. И вот третьей категорией, которая сейчас вот набирает просто бешеную популярность, это разоблачение. То есть, все почему-то на YouTube стали такими дерзкими, невероятно крутыми разоблачателями. И они знают, что, вернее, они думают, что знают о жизни других людей все. То есть, они гуру, они здесь нужны для того, чтобы нести свет, истину в сердца своих подписчиков. И ладно бы они делали, ну и там все на этом. Так это собирает миллионы просмотров, и людям это интересно. И все между собой начинают ругаться зачем-то. Один делает разоблачение на другого, третий на него, четвертый на них двоих. Потом еще приходит сюда пятый, а потом они встречаются и начинают биться где-нибудь на ринге. И все. Зачем? Что это вообще такое? Это не пойми что, на мой взгляд. И самое главное, что вот эти разоблачения, они зачастую просто высосаны из пальца. Они не несут под собой обычно никаких фактов, никакой смысловой нагрузки, ничего. Просто разоблачение ради того, чтобы смотрели. А вон там Петя, такой-то, такой-то. Знаете, мне напоминает это, как в детском саду, либо там в начальных классах, какой-нибудь один ученик подбегал к учительнице и говорил, «А, вон там Баська списывает, вон у него шпаргалка, или там, а, он там Катьку обидел и прочее». Вот это действительно все выглядит так. Ну, это, я говорю, в масштабах школы, а здесь в масштабах целого Ютуба. И это смотрит целая страна, даже не страна, а русскоговорящее население. И людям это нравится, то есть они это потребляют. А потребляют они шлак. И зачем? И невольно задумываешься. И даже вот я хотел бы перейти к следующему пункту своего плана, который я заготовил. Да, я как бы подумал об этом всем. Кто такие пользователи Ютуба? Кто скрывается вот за этими всякими аватарками? Кто пишет комментарии? Я бы здесь хотел разграничить людей. Есть такие нейтральные, которые, ну, просто сидят и комментируют. Ему понравилось видео, он говорит, да, хорошее видео. Он не понравилось, говорит, ну, мне не понравилось видео. Или здесь можно что-то поправить. Обычные такие люди, которые, ну, выражают конструктивную критику, либо просто делятся мнением. То есть стандартные, так сказать. Есть люди взрослые, которые пишут очень редко, но пишут по делу. Иногда вот такие вот посты, то есть там чуть ли не дипломную работу пишут под комментарием. Бывает такое иногда в несколько комментариев, потому что не влезают. Есть такие у меня на канале. И при этом эти комментарии, они длинные, но их интересно читать. Я вот иногда действительно сижу и читаю, что написал человек, хотя там реально очень много. Есть такие люди. Но их не видно, и не видно практически стандартных вот этих людей за такой категории, как школьники. Я их называю школьники не из-за того, что они еще маленькие, либо действительно ходят в школу. Это могут быть и взрослые люди, может быть под 40 даже лет. Я их просто называю школьниками, потому что у них вот такое вот мышление какое-то странное. Они, во-первых, считают, что им все-все-все должны. Что все, что есть в мире, создается специально для них. Что, знаете, бывает заходят они на YouTube, пишут такой комментарий. Зачем ты сделал это видео или что это за видео, мне это неинтересно. То есть он считает, что автор должен делать видео только такое, которое интересно ему. Но это смешно, это глупо. И вот эти вот школьники, они составляют большую часть контингента YouTube, мне кажется. И вот этих школьников тоже можно разделить на две категории. Одни действительно школьники, которые просто интересуются вещами, ну, стандартными для подростков, для детей. Какими там, ну, детскими видео такими, ну, которые взрослые люди особо не смотрят. А есть школьники, которые просто выносят мозг, больше всех кричат. А вы знаете, что на YouTube, да и вообще, в принципе, так, везде, кто громче крикнул, тот и прав, типа. Поэтому в эти все разоблачения, кто громче кричит, тот и считается, типа, прав. А главное переорать своего оппонента. Так уж получается. И из-за этих школьников другие взрослые пользователи YouTube просто ничего не пишут. Потому что они начнут писать и их загнобят, их как-то там обзовут, куда-то пошлют далеко и надолго. И получается, что на YouTube остаются только такие комментарии. И вот эти же самые школьники, они как раз и потребляют вот этот вот контент, типа, челленджей и прочего. Когда, которые смотришь и думать ни о чем не надо. Вроде отключил голову и, мне кажется, от таких видео тупеешь. Одно дело, что там очень редко, когда у тебя вот есть 5 минут, ты пришел после работы очень устал и посмотреть одно такое видео. Но другое дело, когда систематически смотришь только их, а все остальное тебе не нравится. И знаете, сейчас есть такая вещь, как, что видео должно быть коротким и без перерыва сменными заставками. Ну, типа, как у Ивангая есть такое. Вот у него быстрый кадр очень сменяется. И сейчас все себе взяли такое за основу. И даже вот у меня бывает на канале пишут комментарии такие. Ой, долгое видео, не буду я его смотреть, потому что оно длится больше 5 минут. Или говорят, вот видео такое нудное, я не могу смотреть 20 минут, я очень занятой человек. А на самом деле пишет какой-нибудь 15-летний школьник, который не может смотреть их, потому что ему надо идти в доту играть, например, либо в Варкрафт. Либо ему надо уроки делать. Ну, хотя уроки делать это хорошее дело. Но все равно. И понятно, что вот это видео, которое я сейчас говорю, оно получится, не знаю, на 30 минут. Может на 40, может вообще на 20-30 часов. Я пока не знаю, насколько оно будет. Но кто-то зайдет на YouTube 100% и в комментариях скажет, ой, долго, нудно, монотонно. Есть такое. Но, опять же, для этого и существует. У меня, например, тоже на канале видео разных таких категорий монтажа. Одно, где я просто сижу и изливаю вам мысли свои неподготовлено. Просто делюсь чем-то. И это как, представьте, вы общаетесь со своим другом, либо сидите на кухне с семьей, там, с кем-то еще и просто разговариваете. Обычный такой разговор. Наверное, это видео можно даже смотреть просто за фоном. Не обязательно смотреть на меня. Все там 30-40 минут. Я, конечно, рад, что кто-то хочет на меня смотреть 40 минут. Но вы можете включить на заднем плане, потому что в этом видео монтажа особо не будет. Здесь показывать нечего. Поэтому, вот, вы на меня сейчас посмотрите и можете открывать другую вкладку. Но главное, слушайте. И такая вот тенденция пошла, что нужно делать все быстро, все сменяется. И люди говорят, что это нудно. И все другие каналы начинают делать точно так же. Начинают вот этот беспорядочный, хаотичный монтаж делать, что от него и глаза болеют начинать. Вообще не понимаешь, что происходит на экране. И главное, это не только на ютубе такое, а это стало в фильмах, клипах, каких-то музыкальных фильмах тоже происходит. Непонятно, что что-то взрывается, что-то происходит, куда-то бегут, кто-то умирает, что-то опять происходит. И даже из-за того, что люди вот начали вот это все поглощать тонами, мне кажется, они немного, ну, не деградировали, а попривыкли к такой вещи. И вы знаете, когда выходит какой-нибудь фильм, типа, вот недавно я смотрел фильм, может быть, где-то полгода назад, год, называется «Шпионский мост». Очень классный фильм с Томом Хэнксом про реальные события, где шел обмен шпионом нашим и попавшим в плен к американцам. И наоборот, то есть, кто не смотрел, посмотрите, фильм просто шикарный, тем более там играет Том Хэнкс, фильм не может не быть шикарным, если он там играет. И я часто замечал комментарии на ютубе и даже на кинопоиске такие видел, что фильм нудный, там ничего не происходит, нет экшена. Все такие, экшен, подавайте нам экшен. Что за экшен? Почему обязательно должен быть везде экшен? И вот это вот мышление сейчас, оно как такая раковая опухоль на ютубе, и все хуже, хуже становится, проедает, вот не знаю, как язва такая. И это немного печально. Вот мне иногда зачастую интересно посмотреть видео, где человек просто сидит и о чем-нибудь рассказывает 20-30 минут. Вы помните, раньше были у Мэдисона, я думаю, знаете, такого блогера, он просто сидел и рассказывал о чем-то там 30 минут, ну там закадрово было, или рассказывал о чем-то там 40 минут, даже не закадрово, а просто сидел и человек так говорил. И эти видео были интересные, они были душевные, простые, без какого-то монтажа, и они интересно смотрелись. И мне не хватает таких видео, я скучаю по такому ютубу. Когда я только пришел на ютуб, начал создавать первые видео, было все более-менее нормально, во всяком случае, я не замечал, чтобы такого было. А сейчас ютуб превратился в челленджи, разоблачения, топы, все между собой ругаются, и все идет по 5 минут. А то, что идет много, и как-то ничего не идет. И вот за этими всеми вот каналами, которые я не считаю хорошими, хотя бывают действительно интересные топы, опять же, я говорю, что во всех категориях бывают исключения. Челлендж тоже может быть очень хорошим. Например, запустить куда-то что-то, да? Я вот, по сути, вот на ютубе буквально, не на ютубе, даже вообще в интернете пару месяцев назад была популярная запись такая, и вообще и видео, и такой поступок, как какой-то там мужчина прямо из космоса прыгнул с парашютом, может быть, слышали такое. И вот это вот, по сути, челлендж, он испытал себя, и это интересно смотреть. Вот такие вот реально крутые вещи, я понимаю. И за всеми вот такими вот каналами не видно на самом деле такой вещи, как хороший качественный контент, хорошие каналы. Тут сейчас будет немного шуметь на заднем плане, здесь кот пришел, корм кушает, поэтому он будет хрустеть. Я не буду ему мешать. Так что, ну, ладно, пусть кушает. И вот за этими всеми видео не видно хороших каналов. А некоторые создают действительно качественный контент, вкладываются в монтаж, очень долго монтируют что-то. А эти видео набирают 500 просмотров, и все, их никто не видит. А почему не видят? Потому что хороший, качественный контент на самом деле никого не интересует. Никого не интересует хороший монтаж, никого не интересует красивая картинка, никого не интересует содержание видео, либо его информативность, образовательную цель, которую он несет. Интересует просто, чтобы сесть, поесть перед этим видео и поржать. И вот это все как раз и создает YouTube. Каждый из нас создает то, что вот есть на YouTube. Поэтому очень печально, что многие хорошие, качественные каналы, которые, возможно, вы бы смотрели действительно с удовольствием, загибаются там через месяц, через два, просто оставаясь где-то на дне YouTube, про которое никто не знает. Мне иногда бывает, я что-то ищу по какой-то теме, захожу на канал, ну, у видео 20 просмотров. Захожу, а там такой монтаж, такое качественное видео, и видно, что этот человек его сделал, потому что название канала соответствует тому, что там написано, все говорится. И видео настолько качественное, что я думаю, что вот я сколько веду канал, что я бы так качественно не сделал. И становится непонятно, почему это видео внизу, а просто какой-то идиотизм вверху. Ну, я думаю, вы понимаете, что я имею в виду, действительно. И если говорить о моих любимых каналах, Рутуб, российский канал, я практически не смотрю. Есть парочку, которые я время от времени поглядываю, но в целом не смотрю. Есть, например, канал, который мне нравится, но он такой с душой сделан. Ну, я вот могу даже его порекомендовать, и можете на него подписаться. Я думаю, человек будет рад. В свое время, когда я играл еще в World of Warcraft, да и, в принципе, иногда тоже бывает, я сейчас не играю, но бывает интересно посмотреть, что там стало, тем более сейчас вышло дополнение Легион. Интересно посмотреть, что там сделали. Правда, играть времени нет. И есть такой блогер, ну, я даже не знаю, блогер, обозревальщик, может, обзорщик. Наур, он делает вот как раз о World of Warcraft, и о других играх от Blizzard, от компании. У него очень душевный, хороший канал, он говорит спокойным голосом, у него бывают длинные видео, и он просто делится своим мнением. Без пафоса, без мата, и очень хорошо. Поэтому, если интересно, подпишитесь на Наура, я думаю, что он будет рад. Также, а, я сразу скажу, это не реклама. Наура я не знаю, я с ним даже никогда не общался, потому что это тоже люди любят, они во всем видят рекламу. Лежит у меня на столе какая-то там блокнот, а, он рекламирует блокнот. Лежит у меня на столе молоко-домик в деревне. Все, продался, он продает домик в деревне, или там что-то еще. Я иногда даже в видео доходит просто до глупости, пишу, что это не реклама, хотя писать так глупо. Сразу скажу, чтобы вы понимали, когда я что-то рекламирую в своих видео, пишу, спонсором этого видео является, либо там, это реклама. Ну, я прям в открытую говорю, и даже в группе ВКонтакте. Очень редко бывает, я делаю какой-то рекламный пост, и я говорю, что это реклама. Поэтому, такие вот дела. И помимо этого, я смотрю еще канал на Ютубе, он, правда, не российский. Я пару раз про него говорил. Называется Коридор Диджитал. Ребята такие, Сэм и Нико, они снимают различные видео. У них один ролик, такая небольшая история. И получаются такие смонтированные, пяти-семиминутные фильмы. Короткометражки на какую-то тему, зачастую связанные с играми. И фильмы очень крутые. Во-первых, нереальное качество картинки, монтаж, спецэффекты. У них там свои актеры, своя команда, и делают они очень классно. Я смотрю эти видео даже не потому, что эти видео интересны, хотя они действительно классные, иногда даже смешные. Я думаю, многие из вас видели эти видео, потому что нитры у них по 40 миллионов, по 50 набирают, хотя на канале всего 4 миллиона подписчиков. Я считаю, что должно быть больше. Я смотрю, потому что я вижу, ага, вот с этого ракурса можно было бы снять, или действительно, вот если снять вот так вот видео, либо сделать такой монтаж, было бы здорово. То есть ребята понимают реально, что делают. И они занимаются этим профессионально. И вот как раз про профессиональные видео я расскажу чуть позже. То есть они этим живут, они этим зарабатывают, и по сути это их работа. И они умеют это делать, что самое главное, а не просто там клепают, не пойми что. Помимо этого еще буквально недавно его нашел. Не могу сказать, что самый необычный канал, и что это прям супер. Ну, в принципе, мне интересно посмотреть. Ребята сло-мо-гайс. Такие каналы, они берут, взрывают все, либо разрушают, либо что-то кидают, и записывают это в замедленные съемки. И настолько замедленные, что там в 10 тысяч раз, ну, там не знаю сколько, в 2 тысячи, может быть раз, медленнее, чем это есть. И, например, когда идет взрыв, видно каждую частичку. И это интересно тем не из-за того, что они там что-то взрывают, или вау, взрыв это круто. Вы знаете, как раньше было, что в любой фильм или в любой видео, если в конце вставить взрыв, то он сразу, вот это видео, автоматически становится круче. Не из-за этого, а из-за того, что ты можешь увидеть такие вещи, которые не можешь увидеть глазом. Это как посмотреть на что-то другое, на что-то такое, что недоступно стандартному, такому, обычному человеку. И это очень интересно. Также, знаете, как я люблю смотреть какие-нибудь фотографии из-под микроскопа, какой-нибудь там тот же самый пульт под микроскопом, какие там трещинки на нем есть. Ну, глупость, но интересно. И это хоть какую-то образовательную функцию несет. Ты хоть видишь, что это что-то делает. Как что делается. В общем, вот такие вот каналы я могу порекомендовать. А так я, в принципе, редко что смотрю на YouTube, потому что мне не нравится особо большинство каналов. И это очень печально. И хотел бы немного перейти к такой вещи, как виды каналов. Каналов на YouTube очень много. Все совершенно разные. Большую часть, конечно, представляют собой каналы блогеров. Они делятся на бьюти-блогеров, блогеров по каким-то там отдельным темам. Вот, например, у меня изначально канал был, по сути, только о Японии, где я говорил только о ней. И он такой нишевый канал был. Сейчас вы как бы знаете, я говорю много о чем. И у меня канал не только о Японии, а о многом другом. Если я сейчас поеду в какую-то другую страну, я сделаю об этой же стране видео о путешествиях. И думаю, что вам будет интересно. Во всяком случае, надеюсь на это, что смотрят на меня мой канал не только из-за того, что я рассказываю какую-то информацию о Японии. Даже вот сейчас это видео, оно же не о Японии. Просто я делюсь с вами мыслями. И это здорово. Есть, ну, вот эти вот нишевые, да, блогеры. Есть каналы, которые обозревают какие-то определенные технику или что-то. Зачастую это канал, конечно, людей, которые делают анбоксинги, им присылают из Китая какие-то посылки, они делают анбоксинг. А есть каналы, которые ведутся каким-то интернет-магазином. И они для того, чтобы представить свою технику, либо что-то еще своим покупателям, они сначала делают ролик, публикуют у себя на YouTube-канале, а потом публикуют на свой сайт. Есть такие каналы, и, конечно, требовать от них какое-то там что-то, ну, глупо. Просто это отдельная категория. Всякие топы и прочее. И поэтому надо понимать, что каналов много разных, много разных видов. Кто-то ведет канал только для бизнеса. Например, ему не важно особо количество подписчиков или количество просмотров. Но вот у него есть канал, как визитка того, что он делает. Либо того, что он не какой-то там хрен с горы, так сказать, что не какой-то там Вася, а он нормальный человек, у него есть канал, и он доступный, у него видно лицо. И тогда к нему появляется дополнительное какое-то доверие. Это тоже очень важно. Поэтому нельзя сказать, что весь YouTube, он вот такой вот загаженный. У каждого свои причины вести свой канал, но в большинстве своем вот печалит, что такие вот челленджи и прочее появляются. Есть такая вещь еще, если вернуться немного к школьникам, про которых я раньше говорил, они, как я сказал уже, всегда все требуют, и доходит до того, что они уже не могут ничего сделать, они хотят вот вынь и положь. Знаете, есть такая фраза. Пишут, сделай видео про это, либо расскажи про это, или ответь мне вот на такой-то вопрос в комментариях, да. Я говорю, что на канале есть видео вот на такую-то тему, вы можете посмотреть, я уже про это говорил. Они говорят, там 12 минут, у меня нет времени это смотреть, расскажи мне здесь, ответь. Тебе что, сложно? И когда я говорю, что ну есть же видео, зачем мне отвечать, вот вы здесь такой, появится еще один такой человек. А вот тебе жалко, вот так вот ты относишься к своим подписчикам. Ну, что это такое вообще? Что это такое? Может мне кто-то ответит? Это вообще бредятинка какая-то. И помимо того, что они так просят, они иногда еще наезжают. Вот, например, у меня были такие случаи, ну и главное, они есть до сих пор, или до сих пор не понимают, то есть не умеют пользоваться Ютубом по сути. На Ютубе есть такая вещь, как аннотации. На мобильных устройствах аннотации не отображаются, но если с компьютера смотреть, они отображаются. И это даже написано на самом Ютубе, что аннотация отображается только на сайте. Нет, мне говорят, вот ты не сделал аннотацию, почему ты не сделал аннотацию? Я говорю, что в комментариях можно, то есть под видео в описании можно перейти по ссылочкам, если у вас недоступна аннотация. Ну, там я обычно оставляю. Иногда, конечно, бывает я забываю, но они добавляются чуть позже, потому что бывает, что над видео очень долго работаю, выкладываю его, и ложусь спать. И на следующий день, уже когда есть время, я добавляю эти аннотации. Бывает и такое. Но помимо этого, бывает вещь такая, что пишут... Вот в видео с Микки, вы знаете, они на японском, с русскими субтитрами, которые вшиты в само видео, я в момент монтажа их добавляю, и некоторые из них имеют английские, либо испанские субтитры, либо иногда русские автоматические, которые сами делаются. Почему-то YouTube, он иногда их сам создает, когда я даже ничего не нажимаю. Ну, YouTube он такой, немного своевольный. И люди пишут, ты баран, ты не умеешь делать видео, зачем ты вообще пришел на YouTube, если не умеешь монтировать? Вот блогеры пошли, у тебя на русском языке английский. Как это все читать? Ты что, идиот? И начинают вот так вот наезжать и обзывать вот таким вот трехэтажным матом. Из-за того, что просто эти люди сами не могут своей разглаженной извилиной додуматься до того, что можно просто нажать кнопку отключить аннотацию, и не будет видно английских субтитров. И вот доходит до того, что вот эти вот люди, вот такая вот категория подписчиков, просто срут везде, где только можно. И это тоже большой стресс и для авторов, и для других подписчиков, для других подписчиков, да, которые комментируют. Потому что они знают, что сейчас что-то не комментируют, и начнется ругань. А это не очень хорошо. И вот, переходя от вот этой темы, я хотел бы рассказать немного о ругани. Я не понимаю, почему. Я вот уже сказал о разоблачениях, а это вот немного что-то, ну, не руганье, разоблачение руганье я немного разграничиваю все-таки. Почему на Ютубе все между собой ругаются? Понятно, что все не могут жить в мире, у нас тут нету розовых пони, бабочки не летают, и вообще тут не супер там все. Но почему нужно всегда обязательно ругаться? Я вот стараюсь особо не с кем не ругаться, и не люблю ругаться, и не люблю, когда кто-то кричит, кто-то ругается, не люблю мат. На Ютубе половина роликов с матом. Иногда мат уместен, когда он часть шутки. Такое бывает. Но почему-то все ругаются. Зачем? Скажите мне. Можно же на Ютубе написать комментарий, пообщаться как-то, конструктивно что-то. Но нет, надо друг друга начать обзывать лол, эгэгэ, ухаха и прочее. Ну и там мат трехэтажный. Вот это мне непонятно, и это все вызывает какое-то отвращение от Ютуба. Хотя, если задуматься, Ютуб это просто невероятная площадка. Вы представьте, что из-за того, что видео там появляются своевременно, из-за того, что появляются не от каких-то телеканалов, не от проплаченных телеканалов, не от каких-то там еще что-то, а от обычных людей, таких как я, таких как вы. И можно узнать новости из первых рук. То есть человек, который находится в какой-то определенной области, где произошел какой-то там инцидент, он может рассказать о нем, как, ну, из первых рук, из первых, как сказать, своими глазами. То есть вы все это увидите. И это очень круто. Но почему-то вот это вот все, что вот это вот способность Ютуба, все вот это вот, что он умеет, превращается в набор челленджей и шлака. Еще, знаете, есть каналы такие, я даже не буду их комментировать, как-то вообще, это просто вынос мозга. Не помню, как они называются, помимо меня про них говорили и другие блогеры, то есть вот этот вот, то, что Ютуб превращается, не пойми что, и он катится в пропасть, говорили и многие другие блогеры. Какие-то максики или кто-то такие, где снимают детей, где там открыл пачку чипсов, или там ребенок трех лет открыл коробку с паровозиками, или там первый раз играет в футбол, или всякие вот такие вот видео, я думаю, смотрели, я одно попытался посмотреть, у меня там чуть кровь из глаз не пошла, это не пойми что. И плюс вот это все, что там делает, а зачастую это маленький мальчик с маленькой девочкой, и там такие вещи они иногда делают, что вот этот канал, от него прямо веет какой-то педофилией. И это нормально, эти видео собирают миллионы просмотров, и Ютуб их поддерживает. И это одна из проблем Ютуба, того, что он поддерживает популярные каналы. Ему все равно на контент. Большинство видео проверяет именно робот. Ему все равно, что вы делаете видео, главное, чтобы там не был кто-то голый. И то, опять же, если там голая женщина, вообще полностью все показывает, и вы назовете это образовательным роликом, есть на канале такое видео, если поищете, как, например, лобковые волосы брить, там прям голая женщина сидит и бреет их. И это нормально, это не блокируется Ютубом. Но зато, если ты не напишешь, что это образовательный ролик, то тебя сразу заблокируют, даже если у тебя совершенно нормальная тема. И Ютуб поддерживает популярные каналы. Нарушение авторских прав, эротика, все, что угодно, если у тебя миллионы подписчиков, делай, что хочешь. И, как бы, получается, что Ютуб сам потакает к тому, что Ютуб катится не пойми куда. Я думаю, моя мысль понятна. То есть, это ужас какой-то. И... о чем я хотел сказать. Дальше перейду по... Я, как бы, все это, то, о чем я сейчас рассказываю, это выходит из того, что считаю ли я, что нужно ли мне называться блогером, и кто такой вообще блогер. Это я ближе к концу подведу итог. Но пока вот получается вот так, что вы сами видите. То есть, это мои наблюдения. Опять же, вы можете быть с ними не согласны. Можете писать на Ютубе, уже в комментариях, писать, что это он какую-то муть там городит. Вообще, кто это такой? Или, что это за чувак, я его первый раз вижу, что он вообще... Почему он у меня в рекомендованных? А в рекомендованных я у вас, потому что вы смотрели другие мои видео. А что это за чувак, и почему я его смотрю? А это вы сами зашли смотреть. Вас я не заставлял, не принуждал. Поэтому, писать такие комментарии, ну, по меньшей мере, странно. Кто ты такой? Как Кармаш Пасенгер, что ты такое? Ну, то же самое. И еще. Вот эта вот вещь, наверное, мне непонятно больше, чем... чем то, почему популярные челленджи. Почему? Вот. И в какой момент? Как вообще все так получилось? Как мы до этого дошли? Почему все люди стали политиками? Почему все стали гуру политики? Все все знают о политике. Вообще все. Партии. Кто там... Что сделал? Какие отношения со странами? Война. Там все. И все сидят на этих своих диванах, диванные политики с дыркой на носке в грязной, наверное, какой-нибудь алкоголичке. И при этом гуру политики. Все. Вот причем. И главное, политическую тему или вот вообще найдут везде. если в видео хоть есть какой-то намек, даже не намек, а отдаленный, хоть какое-то дуновение, хоть какое-то слово, даже слог этого слова, связанным с политикой, начнется срач. Под видео с борщом, где Микки ест борщ, там же все, надо устроить войну. Кто же? Борщ, он российский либо украинский? А может быть, он вообще белорусский? А может быть, там какие-нибудь татары его вообще первый раз приготовили? И все, начался срач. Конечно, с одной стороны, мне, как автору видео, из-за того, что начинается вот такой вот срач, видео поднимается в рейтинге на Ютубе, и нас оходят другие люди, чтобы сказать свое настоящее авторитетное мнение политика и знатока того, когда появился первый борщ. Все же знают. Это я тут ничего не знаю, а все знают. И мне, конечно, выгодно это. Но с другой стороны, мне от этого противно. Мне не нравятся такие вещи. И, возможно, да пусть видео наберет меньше просмотров, хотя хочется, чтобы много набрало. Ну все равно, пусть оно наберет меньше просмотров, но люди будут адекватные. На самом деле, ну сами подумайте, ругаются под любым видео. Поэтому, ну так вот как-то получается. Поэтому зачем везде примешивать политику? Хватит уже с этой политикой. Есть каналы политические, на Ютубе даже есть рубрика политика, по-моему, есть такая же. и название понятно, что это политика. Я стараюсь на канале немного отстраниться от этой темы, практически ее не касаться. А если касаться, то с такой осторожностью, я не знаю, прям вообще как будто она хрустальная и сейчас развалится. Потому что, если я скажу что-то не то, тут сразу все, все бомбанет. Причем бомбанет не у меня, а бомбанет у кого-то другого. И вот так получается. И переходя дальше, хочу затронуть такую тему, как называется, тема называется, категория, о которой я хотел поговорить, название видео. Это вот вообще просто, у многих от названия видео просто рвет крышу. То есть название должно видео быть такое, которое понравится вот этому вот подписчику. А если оно другое, то все, смерть мне, все, я плохой, я предатель Родины. И вообще, кто я там, тот такой не есть. И главное, не только я, это и на других каналах. Если почитать, я вообще сейчас на данный момент говорю не только о своем канале, я говорю о Ютубе в общем. А как вы знаете, блогеры зачастую между собой общаются. И я общался со многими другими блогерами. И проблемы, которые я сейчас говорю, касаются не только меня. И другие думают точно так же, поверьте мне, даже если кто-то это не говорит, они все это видят. И авторы даже, которые создают вот эти челленджи, вот этот шлаковый контент, они тоже все понимают, что это не хороший контент, что это не супер, там что-то такое, это не шедевры. Но они понимают, что сделав это, их будут смотреть, у них будет много просмотров, и соответственно, будет капать какая-то денежка. Ну, к этому мы еще перейдем. Название видео. Например, видео с Микки, японка Микки, пробует, например, опять же, всеми наш любимый украино-русско-белорусский борщ. Почему так названо? Если я напишу просто Микки, вот, предположим, есть Вася. Извиняюсь, людей с, на самом деле, люди есть с именем Вася, я извиняюсь перед вами, я все время ваше имя использую как пример. Ну, не знаю, ну, что-то лежит у меня душа к Васе. Есть Вася, и он не знает, кто такая Микки. То есть, он вообще фиолетовый. Он смотрел, может быть, до этого видео про каких-нибудь там пони, My Little Pony, смотрел. И тут видит на Ютубе видео, Микки пробует борщ. Кто такая Микки? Ну, пусть пробует, ладно, я тоже пойду там борща наверну. А если он видит японка, Микки пробует борщ, у него в голове что-то щелкает. Он понимает, что это не русская там Зина какая-нибудь пробует борщ. Зина я тоже изменяюсь с женщинами с именем Зина. У меня есть Зина и Вася. Еще иногда Клава. И он понимает, что это японка, и это иностранка. Ему уже интересно, как иностранка отреагирует на борщ. Здесь именно важно, что не то, что это Микки пробует, а то, что пробует иностранка. А иностранка именно японка. Уж простите, ну, в русском языке женщина страны восходящего солнца, женщина из Японии будет японка. Тут ничего не поделать. Это не какое-то плохое слово, ну, там, я не знаю, пошлое, а у многих японка ссоциируется с чем-то пошлым. Ну, так уж как-то получается. Это реалии нашего мира. Поэтому, конечно же, видео так названо. Его нужно назвать, чтобы оно было релевантно по отношению к поисковику, чтобы человек, который ищет что-то, он знал, что он будет искать. И вот после того, как я сделал видео, японка пробует, японка Микки пробует борщ, японка Микки пробует салат, японка Микки там еще что-то пробует, либо японка Микки в каком-то там ресторане. На Ютубе стали горами просто появляться или горами. Это стать тоже большая проблема. Я, когда слово неправильно говорю, кому-то обязательно надо на Ютубе обязательно сказать, что ага, ага, Шамов говорит неправильное слово, Дима сказал неправильное слово, все, все, давайте его гнобить, гоните его, насмехайтесь над ним, он сказал неправильное слово, не то ударение поставил, окститесь, такое бывает. Вот, и начали появляться на ютубе, там, кореянка такая-то пробует что-то, американка такая-то пробует что-то, итальянка, китаянка и прочее, 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 короче, все страны можно перечислить, уже все найдете, и главное, видео называется так же, как я их начал набирать, а я не буду на 100% утверждать, но один из первых начал делать вот такие вот видео, которые стали набирать реально много просмотров, стали популярными из-за того, что, ну, интересная тема, во всяком случае, оказалась, такой небольшой тренд, и поэтому люди тоже начали так называть, потому что, если Джессика, Джессика пробует русский квас, предположим, кто такая Джессика, а если американка Джессика пробует русский квас, сразу интересно, ага, американка, значит, она не из наших, надо посмотреть, получается вот так, поэтому название должно быть релевантным поиску, и вот, если смотреть по последнему моему видео, про которое все просто сказали, что им не нравится название, но не все, большинство, Зариновая атака в Токийском метро, подземка, слепой кошмар, почему такое название? Зариновая атака в Токийском метро, это название теракта, о котором я рассказываю, этот теракт произошел не сейчас, не вчера, а в 1995 году, и человек, который знает об этом, он, ему вообще не задастся никаким вопросом, что в Японии теракт произошел, он не задастся таким вопросом, он будет знать, что есть теракт, и я, значит, про него рассказываю. Подземка, слепой кошмар, это название книги, тут все нормально, тут получается, что у меня название видео состоит из названия, то, о чем я говорю, и названия книги, при этом я не пишу в название книга, слово или что-то такое, потому что, опять же, в поиске такие видео опускаются вниз, и многие скажут, ага, захотел срубить просмотров, он хочет делать все, чтобы только срубить просмотров, делает видео без души, ну, постойте-ка, автор любой, не обязательно тот, кто ведет канал на Ютубе, любой делает видео или что-то еще, чтобы это смотрели, какой смысл делать, чтобы это не смотрели? Каждый автор на Ютубе хочет, чтобы его видео смотрело наибольшее количество человек, потому что, ну, это цель, это здесь даже дело не в деньгах, ну, конечно же, приятно, когда ты потратил время, и большинство людей это оценило, и даже большинству это понравилось. Человек, который пишет книгу, писатель, ему же нужно, чтобы книгу читали, зачем он будет писать книгу, которую прочтет один человек, и то, мама, и все. Но смысла в этом нету, поэтому это не погоня за какими-то просмотрами, вот челленджи, это, наверное, сейчас погоня за просмотрами, а вот такие темы нет. И это не только на моем канале, на других каналах тоже такие темы есть, разные, да? И я не говорю именно про теракт. Поэтому название должно быть релевантно, чтобы оно соответствовало поиску. На картинке у меня было написано «Теракт в Японии». Я не говорил «Срочная новость», у меня не было этого видео в рубрике «Новости», оно было в рубрике «Книжная полка» и «Обзоры». То есть сразу понятно, в описании сразу написано, что это за видео. Потом уже из-за того, что многие начали придираться, я пошел вам навстречу и даже на картинку добавил 1995 год, чтобы людям было проще понять, что это просто я рассказывал о каком-то теракте. Но нет, людям надо меня в чем-то уличить, что я сделал это специально, чтобы собрать просмотр. При том, что когда я делал такое название, такую картинку, у меня даже в мыслях не было, я даже где-то отдаленно не думал, что человек подумает, что сейчас в Японии произошел теракт. Потому что я думал, что такой теракт достаточно известный. Вы же знаете про 11 сентября 2001 года, когда самолеты в башню вырезались? Вы же знаете, и это то же самое. Для меня действительно примерно, конечно, сравнивать не хорошо, и вообще эта вся тема не очень хорошая, но для меня по известности это примерно то же самое, потому что не часто в терактах используется газ. Тем более теракт в Японии, там вообще терактов не бывает. Поэтому я бы очень сильно удивился. И поэтому не надо говорить, что «Ой, не называй так видео, зачем ты так назвал» или что-то. Видео должно быть, чтобы оно в поиске хорошо выдавалось. И это даже делается не только для автора, чтобы просмотров больше было, а и для вас, подписчиков, потому что как вы смотрите, да, вы на Ютубе вводите определенные какие-то ключевые слова. И нужно, чтобы по этим ключевым словам выпадал определенное видео. И когда выпадает определенное видео, хорошо и автору, и хорошо и вам, потому что вы нашли видео, которое вы хотели найти. А бывает, что вы ищете, ой, я думаю, у всех было, ищете какое-то видео по определенной теме, заходите, а там вообще какая-то фигня, либо текст на заднем плане идет. И совсем не то. Это как раз из-за того, что поиск работает неправильно. Конечно, нужно все понимать. И переходя из этой темы, расскажу вам немного о кликбейте. Есть такое слово, в последнее время я точно не знаю откуда, но почему-то все начали про него писать везде. Не знаю, где взяли. Есть, да, такое слово. Кликбейт – это когда делаются определенные действия, пишется определенным образом заголовок, определенным образом оформляется видео, либо новость, либо реклама на Ютубе. Знаете, не на Ютубе, а даже вообще на любых сайтах, где такая маленькая, значит, квадратики бывают. Так, чтобы человек захотел на нее кликнуть. Но при этом кликбейт, он не всегда отражает суть видео или суть рекламы. Просто делается так, чтобы вы хотели на него кликнуть. Предположим, я знаю такую вещь, я, конечно, сам ей не следую, а стоило бы, что если есть в день, например, 5-6 раз в определенное время и есть по чуть-чуть, то человек будет постепенно худеть, и у него с организмом все будет хорошо, не будет гастрита и прочего. И написать можно, что, просто заголовок, если есть там 5-6 раз в день, методика, например, есть 5-6 раз в день, поможет вам оставаться стройным или что-то. А те, кто занимается кликбейтом, пишут, что делая эти невероятные действия, он смог похудеть и дальше 3 точки. Вот это и есть кликбейт. Или, например, японки на пляже, там, предположим, если уже говорить про Японию, японки на пляже играют, например, в пляжный волейбол. Или как там были? Волейбол на пляже. Ну, можно сделать заголовок, что полуголые японки делают такое с мячом или нереальное с мячом. И, конечно, вот это кликбейт, он не отображает суть видео. И я не стараюсь пользоваться кликбейтом. Вообще я не пытаюсь им никогда пользоваться. У меня все видео называются так, как... Ну, бывает, конечно, но практически все 99% видео называются так, как нужно. Они отображают полностью суть видео. И вот это вот про Заринову атаку, название теракта, название книги, на картинке написано, что это теракт, описание полностью соответствует. Это не кликбейт. Вам надо отделять эти названия. Релевантное для поиска название и кликбейт немного разные вещи. Если бы я написал, предположим, даже я не знаю, я сейчас кликбейт не придумал, я не умею придумывать кликбейты, потому что мне не нравится. Зачастую эти кликбейты, наоборот, такое ощущение, они нацелены на то, чтобы на них не нажали. Они как-то отпугивают. Или там, новая диета Пугачевой, она снова похудела на... И на сколько она там похудела? Смотрите по этой ссылке. Вот же, нажимайте, пожалуйста. Ютуб он такой. Ну, не только Ютуб, я имею в виду, вообще реклама. Печаль, конечно. Поэтому разделяйте эти вещи. И дальше хотел бы еще немного рассказать о том, об отношении подписчиков к авторам. Я не говорю, что там подписчики не уважают авторов или что-то такое. Просто многие пользователи Ютуба считают, что авторы – это просто какие-то чуваки, которые пилят видосики. И это не так. Есть люди, которые действительно этим и занимаются. Просто пилят видосики. Сняли там непонятно на что, левой ногой на камеру что-то вот такое вот непонятное, на две минуты выложили, и все. Вот это запилить видосик. Просто. Без полностью, без монтажа, без какой-то смысловой нагрузки, без всего. А есть люди, которые действительно подходят к этому профессионально, тратят на это очень много времени, делают хороший монтаж, выкладывают какие-то интересные видео, ищут какую-то информацию для того, чтобы это снять, едут куда-то очень далеко, чтобы заснять какое-то видео. И поэтому, конечно же, эти авторы хотят получать хороший отклик аудитории, хорошие просмотры хотят. Потому что они вкладывают в это душу. И нельзя сказать, что вот он, там ничего не делает, только пилит видосики. Иногда пилить эти видосики зачастую сложнее, чем сидеть как офисный планктон в офисе, вконтактике, и смотря, опять же, эти самые видосики, что у нас делают половина страны. Я не говорю, что это легче, чем в шахтах уголь добывать, либо чем работать на заводе. Это совершенно разные вещи. Но зачастую легче, чем многие другие работы, где действительно люди мало что делают. И вот я какое-то время давно работал в МВидео, я много раз про это говорил. И это не была сложная работа. Чего? Мне нужно просто человеку посоветовать, что купить. Я знаю, я там советовал телевизоры покупать. Я тогда был гуру телевизоров, все о них знал. Изучал, кучу всего читал, на тренинги ходил, от Panasonic, от Philips и от всего прочего. И мне нужно было прорекламировать человеку этот телевизор, рассказать о его достоинствах и посоветовать, что лучше взять, подходящий под его бюджет. Это не тяжелая работа. Это легко, мне кажется. Не знаю, легче ли это, чем делать видео на канале, но лично вот мне, например, мне и вот это видео, которое я сейчас рассказываю, не скажу, что его сложно делать, потому что в нем нет монтажа, я просто сижу рассказываю и делюсь с вами мнением. Такие видео для меня легко делать. И мне очень лестно и радует, что они нравятся и вам. Вот такого плана видео. Ну, бывает видео, которое, на мой взгляд, намного сложнее делать, чем торговать телевизорами в видео, ну, простите уж. Поэтому нужно разграничивать. И люди, которые занимаются этим профессионально, они действительно умеют это делать. Вот если вы перейдете, я оставлю даже ссылку в описании на канал Коридор Диджитал, вы увидите, какие они делают профессиональные ролики и поймете, что это действительно труд. И они иногда ролик тратят месяц-два, бывает, чтобы все это смонтировать. А для человека посмотреть это 5 минут. Поэтому нехорошо договорить. И знаете, еще есть такая фраза. Вот он на нас зарабатывает. Он на нас великих. Мы посмотрели ему ролик, и он на нас зарабатывает. И как он еще смеет не учитывать наше мнение, наше авторитетное мнение суперкомментаторов. Есть такое, да? Ну, простите уж, на самом деле, не знаю точно, как за рубежом, в России YouTube практически ничего не приносит. Я сделаю еще видео, потом специально для вас, ничего не скрывая, покажу все, как есть, сколько приносит YouTube. Вот реально, на примере моего канала, почти 500 тысяч подписчиков, а это полмиллиона, вы представьте, 3 с лишним миллиона просмотров в месяц. Это тоже много. И вы посмотрите, какие копейки приносит YouTube. Учесть, что, сколько я на него времени трачу. Зачастую заработать, вот честно скажу, если то время, которое я трачу на YouTube, потратить, например, на раздавание листовок у метро, просто стоять и раздавать флайеры у метро, вы заработаете, возможно, больше, чем на YouTube. YouTube больше, как в моем, во всяком случае, у меня нет миллионов просмотров у каждого ролика. В моем случае, это больше как самореализация, самовыражение, я делюсь с вами мыслями. И, конечно, мне хочется, чтобы какие-то видео набирали больше, и у меня появится и больше возможностей, для, опять же, чтобы создавать более лучший контент для вас. Поэтому мне, конечно, приятно, когда вы смотрите видео. Потому что, если будет, например, у каждого видео по 200, предположим, тысячи просмотров, мне поступят какие-то определенные предложения, предположим, чтобы снять что-то другое, да, либо там, поучаствовать где-то. И, поучаствовав где-то, я смог опять создать больше интересного, хорошего контента. Поэтому, конечно, я заинтересован в просмотрах, но в нормальных. Я не хочу опускаться до каких-то челленджей, просто чтобы срубить просмотры. Это уже, считай, низким. И вот говоря про заработок, что вы смотрите видео бесплатно. Автор может потратить на видео день, неделю, в месяц, ну, в зависимости от того, как он канал создает. И, конечно, все в выгоде. И поэтому я не понимаю, например, недовольство людей, когда они говорят, что зачем он вставил в видеорекламу. Или даже когда многие ставят себе Adblock. Это я сейчас не пытаюсь, чтобы вы не ставили Adblock. Я знаю, что сейчас начнут кто-то говорить, ой, она опять нудит, или что-то такое, я уже к этому привык. Это ничего такого. Я просто объясняю свою точку зрения. Почему YouTube сейчас такой, как он есть? Я говорю с вами совершенно открыто, ничего не скрываю, вы все видите. Не понимаю, зачем ставят этот блог. Автор же ничего не получает, но при этом люди, которые ставят этот блог, они еще и чем-то недовольны. Потребляют при этом совершенно бесплатный контент. Нужно запомнить одну вещь. Приходя на канал, вы гости на этом канале, не автор. И видео делается для всех подписчиков, а не только для вас, одного родимого, и там, любимого. Поэтому нужно, конечно же, это понимать. Если вам неинтересна какая-то тема, она интересна каким-то другим людям. Если вы видите, что какое-то видео, даже пусть немного на нем просмотров, но много лайков, значит, это видео действительно кому-то интересно. Это очень важно понимать. И я не считаю, что плохо, что автор зарабатывает на своих видео. Он вкладывает труд, он что-то делает, вы смотрите это видео бесплатно, то есть вам это ничего не стоит. Пусть автор зарабатывает, ему же хорошо от этого. Пусть я зарабатываю, это тоже мне хорошо будет. Я могу с помощью этих денег, например, куда-то поехать и снять что-то еще интересное. Это же хорошо. От этого только все в плюсе. Главное, чтобы человек делал качественный контент, а не делал что-то по типу вот этих максиков или что-то про детей. Это хорошо все. Поэтому люди, которые занимаются этим профессионально, им, конечно же, нужна поддержка. Например, вот эти Corridor Digital, они тратят на это все свое время и большую часть контента они создают из-за того, что люди им донатят. Есть такой сайт, называется Patreon. Люди на него заходят, регистрируются, выбирают канал, например, среди зарегистрированных на этом сайте, предположим, Corridor Digital, и говорят, что мы готовы за поддержку этого сайта перечислять по 5 долларов ежемесячно этому каналу. И вот они с разных подписчиков собирают по 5 долларов, получают какую-то сумму, они с помощью этой суммы оплачивают артистам, всяким актерам деньги, покупают новое оборудование, снимают видео и, конечно же, на них живут. И это нормально. Вот согласитесь, вот кто со мной согласен, поднимите руку. Вот, я поднимаю руку, я согласен. Поэтому это хорошо. И, конечно же, нужно как-то поддерживать авторов, наверное. И здесь другая проблема появляется. У нас в России такое немного извращенное понятие денег. Люди в России считают, что зарабатывать это плохо. Те, кто зарабатывает, плохие. Люди с деньгами все воры и мошенники. А продажа чего-то это спекуляция и наваривание на подписчиках. Но это не так. Если человеку нравится какой-то товар, автор его произвел, почему бы не купить? Тому тот, кто не покупает. Ну, какое ему дело вообще до этого? Он не покупает это. Ему все равно должно быть. Покупает ли какой-то товар другой человек. Вот мне кажется, что вообще, мне все равно, что какой-то там Вася, ну, прости, пожалуйста, Вася, покупать себе там Бентли или покупать себе шестерку, либо ему кто-то впаривает эту шестерку. Мне вообще вот просто фиолетово. Это я не покупаю ее. Пусть делают, что хотят. Поэтому я вообще не понимаю вот этого. И как-нибудь я в одном из своих видео расскажу свое мнение о том, как относится к деньгам и вообще об отношении к деньгам. Мне кажется, это очень интересная тема, если ее рассмотреть опять же подробно. Но здесь надо понимать, что начать такую тему придет много недовольных, потому что они есть всегда, будут хейтерить, что-то там еще говорить. И на самом деле это тоже одна из таких проблем, почему я не делаю на самом деле, что-то я много рассказал на самом деле, но ничему не поделся. Почему я не делаю некоторые видео, никакие-то не охватывающие темы. Например, я извиняюсь, что я так скачу о темах темы, я еще вернусь к тому, о чем я сейчас говорил до этого. Так, вы тоже пейте. У меня аж горло пересохло, я сейчас таким энтузиазизмом с вами разговаривал. Энтузиазм я сказал слово специально неправильно, я знаю, что говорится энтузиазм, это я так для справки. Я хочу делать иногда какие-то темы, но не делаю. Предположим, недавно вы знаете все проблему с Соколовским, то, что он ловил покемонов в храме, ему там его в СИЗО посадили, потом на домашний арест отпустили, и вот это все, все, кому уже не лень, каждый второй блогер сделал видео про это. И я хотел сделать, и хотел я сделать не просто сказать, вот там Соколовский прав, не прав, не об этом. У меня была интересная идея, потому что я хотел сравнить Россию и Японию и отношение к этой игре, тем более, покемоны это японская игра, хоть его американская компания призвала, но покемоны вообще американский, ой, японский тайтл, да? Хотел сравнить, потому что даже в моем видео про покемон, го, вы можете посмотреть, что я в конце видео ловлю покемонов в храме, в Японии это не запрещено, каждый храм является либо покистопом, либо джимом, а в Японии тренировочным залом, и это все нормально, можно ловить спокойно на территории, и все ловят, тем более, у них на территории и пить, и есть можно, а другое совершенно отношение к религии. Я хотел все это сравнить, конечно, надо там фильтровать то, что ты говоришь о религии у нас в России, потому что есть такая, типа, статья за оскорбление чувств верующих, правда, я не знаю, что это такое, и каким образом все очень тонкий вопрос, я хотел говорить просто вот именно о сравнении, но я не сделал это видео, а по простой причине, потому что если ты делаешь какое-то актуальное видео, потому что актуальное видео делать очень важно, потому что если я сделаю его через месяц, то оно не актуально, его смотреть никто не будет, никому же не интересно мое мнение, и зачем это? Поэтому актуальность очень важна, но появляется такое слово, которое сейчас все активно используют, Прям вот вообще, как хайп Хайп, 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 хайп И вот из-за любого угла просто хайп Хайп, 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 хайп Хайп, хайп Вот, все говорят про этот хайп Если ты сделал что-то популярное Ты ловишь хайп Но, если ты Сделал на эту же тему Но опоздал там, ну, буквально на день Может быть даже на час Такое тоже бывает Это баян Либо хайп, либо баян Как видео-то тогда делать? Расскажите мне, пожалуйста Либо хайп, либо баян И вот в это сложно попасть И действительно, я не эту тему пропускаю только из-за этого Хотя мог бы рассказать И возможно, кому-то из моих подписчиков было бы интересно Об этом послушать Чего делать? Хайп, либо баян Это знаете, как Морфеус руку протягивает На одной руке лежит синяя таблетка На другой красная Что ты выберешь, Нео? Хайп или баян? Другого ничего не остается Так уж получается Поэтому Хайп, он есть на Ютубе Люди, некоторые делают специальные видео Хайп Чтобы он был Разоблачения эти Которые Ютуб просто заполонили Это хайп Потому что начинает кто-то Вот эти разоблачения Интриги, расследования И начинают другие подключаться Чтобы сломить хайпа на них Чтобы Есть каналы, у которых 20 подписчиков Они сделали видео Об этих разоблачениях И у них миллион просмотров Есть такие Просто Это они хайпанули на этой теме У них нет ничего на канале Кроме этого видео Есть такие Вот это хайп Поэтому Надо как-то разграничивать И вообще что делать Мне интересно и послушать Ваше мнение Я просто сейчас так делюсь С вами мыслями Возможно, я вообще где-то не прав Но опять же, повторяюсь Это все так субъективно Так, сейчас у меня Компьютер уснул У меня там дальше что-то было О чем я хотел вам еще рассказать Во! Во! Вспомнил Ну, не вспомнил Я посмотрел на самом деле Такая вещь Ну, прям Меня так радует Вообще Называется Я отписываюсь Есть такие Пользователи Которые на ютубе Пишут в комментариях Все Я отписываюсь Или Как ты мог затронуть Такую тему Я от тебя Такого не ожидал Я отписываюсь И много Восклицательных знаков Восклицательные знаки Очень важные Между прочим Ну, это Особенно Веселит Такие комментарии Типа Я смотрел тебя Три года Или Я смотрел тебя С самого основания Канала Когда у тебя еще было Тысячу подписчиков Но ты сделал видео О Зариновой атаке Двадцатилетней давности Баян Чтобы хайпануть Понимаете Иногда бывает смесь Тут нужно понимать Сделал Баян Чтобы хайпануть На теме терроризма Которая сейчас Популярна в мире И поэтому Я недоволен И я от тебя Отписываюсь Все Я не знаю Что сказать Ну, как он реагирует На такие комментарии Действительно Вот такие пишут Это я не шучу Вы можете Их сами найти Или Это была Моя последняя Капля Я отписываюсь Окей Вот Ну, я не понимаю Вот этого вообще Ну, какой-то Ютуб Он какой-то странный был Не помню Я не помню Чтобы он был такой Два, даже три года назад Ну, что сейчас Такое с Ютубом происходит Ну, что такое вообще Объяснить мне кто-нибудь Вот И Я думаю Я тут все Наверное Охватил Что хотел сказать И возвращаясь К первому пункту С которого я начал Блогер ли я Ну Давайте попробуем Подвести какой-нибудь итог Ну, во-первых Да Я блогер И я не стыжусь этого Я этим горжусь Наверное Но Когда я вижу Что вот такие вот каналы есть Что делают люди на Ютубе И вообще Какое отношение У многих людей к блогерам Мне не хочется себя причислять Я не говорю Что я такой уникальный Я отличаюсь от других каналов Я, может быть, вообще снимаю Вообще какую-то муть И сижу тут разглагольствую Вообще непонятно о чем Это судить уже вам, наверное Что я тут какой-то Сидит тут Кто это вообще тут сидит Непонятно что говорит И учит нас Каким должен быть Ютуб Кто он такой? Может быть и так Но Я считаю, что Блогера нужно Надо как-то их разделять Потому что Бьюти-блогеры Это тоже блогеры Те, кто снимает челленджи Это тоже блогеры Те, кто Ругаются на друг друга Это тоже блогеры Поэтому Кто такие блогеры И вообще Зачем они Существуют Сложно очень дать понятие Ответ Да Ну, в общем Определить как-то сложно Поэтому С одной стороны Я горжусь тем Что я блогер Мне нравится Что я делаю И Это Круто Мне интересно Я делюсь с вами Какими-то мыслями Вы мне отвечаете У нас какой-то Происходит диалог Хотя сейчас У меня монолог Но все равно Потом же вы ответите Я смогу поотвечать вам На комментарии Мне это все нравится Но Не хочется Чтобы все Гребли Знаете Под одну гребенку А Блогер Это значит Чувак Который сидит Ничего не делает Пилит видосики И зарабатывает С нас Бабки За то Что мы смотрим Ему видео Все Поставлю-ка я ему Дизлайк И еще Поставлю Блог И пусть он там Подарится своими Видео Или что-то Типа того Вот Поэтому Я пока Не определился Есть знаете Еще такой Блогер Я думаю Я иногда Смотрю его Видео У него Ну Такой Необычный Контент Снейлкик Может быть слышали О таком Он Себя даже Тоже не называет Блогером Опять же Видимо По этой же причине Я правда Подробно его канал Не изучал Я видел только Несколько видео Ну так вот Иногда попадался Но мне нравится Его подача Мне нравится Что он делает У него качественные Видео И при том Что под качеством Я вот Часто говорю Качество 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 Я говорю Про качество Не только Картинка Звук Монтаж Качество Это в общем То как Смотрится Видео И что оно Несет У него Да Зачастую Развлекательный Контент Но он тоже Несет Какой-нибудь Себе Например Ну не будьте Идиотами Например Не тупите Тоже Это важно На самом деле Он показывает Какими не надо быть Что не надо делать А потому что То что он там показывает Например У него есть Бедрум Какие он показывает И вообще есть Каналы И про них Я даже вообще Не говорю Это вообще просто Под одном Лежит уже И у него Например У видео 200 тысяч Просмотров Хотя я считаю Что могло бы быть Больше Потому что Он затрагивает Зачастую Актуальные темы И в принципе Хороший контент Но опять же Это тоже На любителя В общем Судить вам Кто такой блогер Куда идет Ютуб Мне будет интересно Послушать ваши мысли Вообще В принципе Про Пункты О которых я говорил Я могу даже Вам немного Зачитать Которые я здесь Озвучил Да В этом видео Чтобы вы В принципе Понимали Что можно написать Ну и так Будет как-то Более интересно Да Наверное Я блогер Такой пункт Вообще Кто такие блогеры Потом Шлаковые каналы Как я их называю Что для вас Такие шлаковые каналы Может быть Канал вот этот Вот Канал Шамова Дмитрия Это я Кстати Ну Кто будет спрашивать Кто это такой Возможно Кто-то считает Что у меня шлаковый канал Дальше Что такое хорошие каналы Какие Возможно У вас Любимые каналы Только сразу Предупрежу На ютубе Такая штука есть Когда вы Даете какую-то ссылку Ваше видео Автоматом попадает В спам Поэтому Лучше писать Не ссыл Писать названием Вы можете Какой вам канал нравится Может быть Каких-то Ну вообще По другим темам Да Потому что Ссылку Сразу в спам Попадете Ваш комментарий Никто не увидит Опять же Это не я Удаляю комментарий А это делает ютуб Виды каналов Школьники Которых я Как бы уже объяснил Кто такие школьники Опять же Повторюсь Это не люди Маленького возраста Которые ходят в школу И сидят за учебниками Это просто Вот такие вот люди С таким мышлением Когда говорят слово Ботаник Это не значит Что это Мальчик в очках Который вот так вечно поправляет Знаете Как они мои любят Вот так Нет Это не такой Ботаник Это Чувак Который Занудный Который Там Я не знаю Ну в общем Ботаник Я не знаю Как объяснить Ему может быть И 10 лет А может быть 110 Это не важно Совершенно Поэтому Разграничивать надо Дальше Аннотации Субтитры Оповещения Кстати Если кто не Поставил на моем канале Оповещения Там Можно зайти Там такая Будет Будильник Типа Колокольчик Нажмете на него И тогда Вам будет на почту Приходить И сообщение В сам YouTube Там Приложение Что Дмитрий Шамов Выпустил Новое видео И надо его посмотреть Про заработок Что вы думаете Действительно YouTube приносит немного И Есть такие сайты Типа Social Blade Очень все любят Его прям использовать Все говорят Что Вот смотрите Сколько зарабатывают Блогеры Вся правда О том Сколько зарабатывают Блогеры Или Топ 10 Самых Богатых Блогеров На YouTube Это не так Social Blade Показывает Просто Бредовую статистику Количество подписчиков Подписки Будущее Канала Сколько там Подписчиков будет Все правильно Но деньги Он показывает Неправильно Да и там Разброс Посмотрите У меня на канале Вот на данный момент Если посмотреть От 800 От 800 Или от 800 Долларов До По-моему 21 Или 25 Тысяч Вы представьте себе Этот разброс Это даже не в 10 раз Это даже не в 20 раз Это вот вообще Во сколько Смотрите Разброс Да Ну И это не так И я могу сказать Что 800 Долларов Нет Поэтому Эта статистика Не верна Не смотрите На нее Вот И что вы думаете В общем О заработке Правда Как за рубежом Я не знаю Может быть Они действительно Такие деньги зарабатывают Сказать не могу Что вы думаете О ругане на каналах Тоже такой пункт О популярных видео В тренде Вот это где заходишь Кнопочку в тренде Можете сами нажать Посмотреть О названиях видео Что вы думаете О кликбейте Что вы думаете О профессиональных видео Вернее О людях Которые занимаются Видео профессионально Если говорить про меня То сколько я времени Трачу на ютуб На свои видео Я считаю Что сейчас я им занимаюсь Профессионально Действительно Я может быть Не достиг Профессионального уровня Но что такое Профессиональный уровень У каждого он разный Но я им занимаюсь профессионально Это у меня уже Немного перерастает Из хобби Не в работу А в то Более Это больше перерастает В профессиональное хобби То есть Я отдаю Всего себя этому То есть Если у меня есть Свободное время Я могу Поиграть Посмотреть видео Посмотреть какие-нибудь Смешные видео На ютубе Либо Там Еще что-то сделать Поспать Почитать книгу Я обычно Отдаю предпочтение Ютубу То есть Он у меня занимает Все время И это Я считаю Вот это Называется Такая Более профессиональная Деятельность Если бы я делал Просто А Ну что Наверное Стоит видео выложить Какое-нибудь А Выложу Не выкладывал Уже месяц Вот это Немного по-другому Мне кажется Потом Пункт Я Отписываюсь Актуальные Темы Хайп Боя Что делать Где найти Золотую середину И Ну В итоге Ваши все мысли Вот Это то О чем Я хотел Сегодня с вами Поговорить Надеюсь Было интересно Надеюсь Что Я Смог Донести До вас Свои мысли Опять же Повторюсь Это было Субъективное Мнение Говорил я Все Из головы Из головы Это вот отсюда Поэтому Я могу Где-то Повторяться Ошибаться Сбиваться И Делать еще Много разных Вещей Это нормально Это такая Рубрика Если Вам она нравится То конечно же Смотрите и другие Видео из этой Серии На канале Их много Будет еще Мы много чего С вами Рассмотрим Предлагайте Ваши темы Потому что иногда бывает Я такой сижу И думаю Было бы Было бы Действительно Сделать Рубрику Вещи Шаму Дмитрия Потому что Я как-то Уделил время Другим Рубрикам А я про нее Не делал Тем более Мне нравится Наверное Это одна из Моих Любимых Рубрик На канале Потому что Я могу Просто Вам Не хочется Делать Тему Ни о чем Знаете Сидеть Лишь бы О чем-то Поговорить Вроде Ну Что там Рубрика Вечер Шаму Дмитрия Ну что Я там Выпью чай И что-нибудь Скажу На заднем плане Такое Ну что там Я так Не хочу Делать Я хочу Чтобы Была тема И мы ее Как-то Более комплексно Рассматривали Как сейчас Не знаю Сколько мы там Наговорили Уже Наверное Минут 50 Получилось Поэтому Если есть Интересные темы Вы хотели бы Чтобы я Рассказал Что-то о них То пишите Говорите И все будет Сделано Когда-нибудь В ближайшее время Я надеюсь Вот Подписывайтесь На мою группу Вконтакте Если вы еще Не подписаны Там Я И делюсь мыслями О том Что я собираюсь Сделать Какие-то новости Выкладываю Действительно Если смотреть На группу Подписано В 4 раз Где-то Меньше Человек Чем на канал Подписывайтесь Там реально Много всего Классного Заходите На мой сайт Там тоже Различные новости Выкладываю И плюс Там и уроками Позаниматься Можно И Много всего Дополнительного Будет появляться Какие-то Можно Статьи И прочее Там же У меня есть Инстаграм Твиттер Фейсбук Тоже на них Подписывайтесь Ну Я буду Во всяком случае Очень рад Если вы это Сделаете Потому что У меня тоже Появится стимул Больше делиться Фотографиями Какими-то Своими мыслями Будет здорово И там Хотя бы Смогу с вами Как-то пообщаться Я думаю Вы заметили На канале Что Я Сколько бы Не было у меня Подписчиков На канале Я все равно Стараюсь Людям отвечать В комментариях Потому что Мне интересно Ваше мнение Когда я прошу Писать комментарии Это не то Что Пишите там Чтобы просто Было много комментариев Я их все читаю До сих пор Все читаю Иногда это занимает Довольно много времени Ну хорошо Можно сейчас С интернетом Почитать Он сейчас же Везде есть Там Метро Например Когда идешь Куда-то по улице И поэтому У меня получается Читать Я зачастую С телефона отвечаю Если честно Поэтому иногда Комментарии Не очень длинные Поэтому Комментарии Читаю Буду рад Если будете Все писать И буду стараться Каждому ответить Ну по мере возможностей И конечно же Подписывайтесь На мой Ютуб канал На этот На Лайв канал Он Время от времени Будет обновляться И вот например Кто ждет Продолжение Игры Анчарта 4 У меня Оно записано Уже до самого конца Записано Прохождение Анчарта 4 Но я не могу Его выложить Потому что Я сейчас В Москве А я забыл Его в Японии И у меня нет Его Надо попросить Чтобы Микки Мне переслала Чтобы я мог Выложить Либо просто ждать Пока я уже Вернусь обратно В Японию Чтобы выложил Посмотрим Может пока В этот момент Выложу что-то другое На Лайв канал И на канал Микки Тоже подписывайтесь А у него теперь Помимо артов Будет еще Много всего интересного Появляться Это вы сами Уже увидите Но не только Арты будут Поэтому Она так же Как я Будет делиться Своими мыслями О многих вещах Все ссылочки Есть в описании Минутка Реклама Всех моих Супер сервисов Закончилась Я есть везде Как я уже говорил Я везде сущий Поэтому Вот Ну что ж друзья Спасибо что Уделили время Надеюсь Было интересно Во всяком случае Мне было интересно Поговорить Я так выговорился Прям так Ух Все хорошо Поэтому Спасибо большое До свидания